О, это немножечко другой вопрос. Ну, тем не менее, есть. Это другой вопрос. Здесь как раз я вот... Как имя, отчество? Михаила Рудольфовича. Михаила Рудольфовича хочу, наверное, поздравить, потому что он получит право на вычет. Он же ведь первый раз пользуется, да? Да, да, насколько понятно из письма. Видите, у него право возникнет... Тут какая, давайте сперва общую норму. Давайте. Общая норма какая? Пенсионер, если не платишь налоги, то нечего тебе возвращать. Но законодатель учел такую норму. И поскольку пенсионер, вот у нас ведь право исковой давности 3 года, да? Пенсионер 3 года добросовестно платил налоги. Выходит на пенсию, покупает квартиру. Почему нельзя эти 3 года исковой давности применить для него? И законодатель эту норму внес в налоговый кодекс. И сейчас пенсионеру предоставлена возможность воспользоваться правом на получение вычета, а по сути дела возврат уплаченного налога за 3 предшествующие года после возникновения права на вычет. Вот у него в 2014 году возникло право на вычет? Возникнет. Возникнет. Он еще работает, выходит на пенсию. Значит, в 2015 году он представит налоговую декларацию по доходам за 2014 год. Кроме того прочего, он еще представит за 3 предшествующих годов возникновение права. Это 13, 12 и 10. И 11. 11, да, 11. То есть фактически чуть не на 4 года. 14, 13, 12 и 11 год. Он представит налоговые декларации и получит деньги в пределах вот этой установки. Ну, при хорошей зарплате может даже успеть выбрать 260 тысяч. Да, может быть так случится, что да. Может быть так случится, да. Дальше читаем вопрос. Мы с мужем купили квартиру в 2003 году за 800 тысяч. Я и мой муж получили налоговый вычет из суммы по 400 тысяч на собственника по 52 тысячи. В 2013 году мы приобрели другую квартиру за 2 миллиона 500 тысяч. Получается по 1 миллиону 250 тысяч на собственника. Можем ли мы воспользоваться налоговым вычетом на оставшуюся сумму в 162 тысяч 500 рублей? Ну, опять ответ в минус. Полный расклад. Если пенсионеру я сказал, что да, хорошо, все положительно, то здесь опять вот мы разбирали эту ситуацию. С 1 ноября нормы начали действовать 2014 года. И, к сожалению, вот эта конструкция на 13, на 8 и прочее распространяться не будет. Ирина Николаевна, мы тоже вынуждены сказать, что не получится воспользоваться повторно налоговым вычетом. Ну, вот так вот нам Минфин разъяснил, и мы будем жестко придерживаться этой нормы. Ну, боюсь, что ответ будет такой же, но я зачитываю. Игорь Леонидович, в 2015 году сдается квартира в новостройке, я собственник один, цена 3,180. Какой я могу получить налоговый вычет? Если раньше, в 2008 году, я уже получал налоговый вычет с 250 тысяч рублей 1,4 комнаты, собственники, я, жена и двое детей. Да, сожалею, но ответ отрицательный. Поскольку, опять же, с 1 января 2014 года. Еще один вопрос, немного другой и очень важный тоже. Екатерина Аркадьевна прочитала, что в 2014 году можно будет получить имущественный вычет на несовершеннолетних детей. Так ли это? И не лишит ли это их в будущем возможности самим получать имущественный вычет при покупке квартиры? Вот так всегда приятно положительно отвечать на вопросы. Я просто испытываю огромное удовольствие. Значит, право на имущественный вычет вы имеете на несовершенных детей, на несовершеннолетних детей, и вы их не обделите, когда воспользуетесь этим правом. Тут суть в чем? Вы же деньги платили. С точки зрения здравого смысла, да? Вы деньги платили, вы возвращаете потраченные деньги, а у них это право останется, поэтому смело реализуйте свое право и правильно, что вы задаете вопрос, проявляя заботу о детях. А вот я даже сейчас, наверное, Екатерине Аркадьевне, прям еще один вопрос добавлю, чтобы было более понятно. А кто может воспользоваться, папа или мама? И есть ли тут какие-то приоритеты? Ну вот тут такая ситуация. Значит, я так отвечу, интересно. Вот смотрите, даже если и папа, и мама, и даже если вот буквально на днях разбирали мы такую вот жизненную практическую ситуацию, деньги платил один родитель, оформлял, значит, на себя, то, что он платил договоры, все подписывал, а добытчикам, по сути дела, то есть деньги в бюджет поступали от другого родителя. И спрашивали, может ли тот второй родитель, хотя несмотря на то, что документы были оформлены на супруга, может ли правом воспользоваться на имущественный вычет, то есть на вычет вот второй родитель. И мы пришли к пониманию, что да, имеет право, поскольку... Поскольку это семейный бюджет, семейный кодекс. Общее, значит, ведение хозяйства, общие доходы. И мы сказали, что да, действительно, супруг имеет право на вычет. И он этим может воспользоваться. Самое главное, представить документы о том, что это семья. Так что тут нормально все. Валерий Алексеевич, ну как мне кажется, мы довольно подробно объяснили все, что касается закона, который вступит в силу с 1 января 2014 года. Одних разочаровали. Подытожим просто тем, кто уже воспользовался налоговым вычетом. До 2014 года воспользоваться повторно и добирать вот эту сумму будет невозможно. А тем, кто ни разу не пользовался налоговым вычетом, а, наверное, и такие были, да, люди, несмотря на то, что приобретали, но не пользовались, они смогут воспользоваться с 2014 года. И вот как раз они-то подпадают под новый закон. И они смогут добирать до 2 миллионов, если объекты недвижимости будут стоить дешевле. Это так, действительно. Ну, может быть, в завершении, можно я все-таки напомню, что мы все-таки завершаем, вот, 13-й год, да? Очень хотелось бы завершить его финансово достойно. То есть не выйти в 2014 год с налоговой задолженностью. Те, кто планирует решать вопросы с вычетами, не оставили какую-то налоговую задолженность по имущественным налогам за 2012 год. То есть, ну, год без долгов, это же нормальная практика. И в 2014 году там уже, ну, вот так. Валерий Алексеевич, вот всего один день. Вот давайте представим ситуацию, что, ну, вдруг человек вот сегодня смотрит телевизор и понял, да, не заплатил налоги, но и не приходило ничего. Что можно сделать? Только один совет. Ну, если вы в рабочее время вспомнили, у вас нет возможности с интернетом поработать, звоните в наш колл-центр. 211-47-17. Назовете свой ИНН, вам скажут реквизиты платежного документа. То есть, даже по телефону это можно сделать? Да, ИНН, реквизиты платежного документа. И вы подойдете к платежному терминалу или банкомату Сбербанка, эти реквизиты введете и сможете заплатить. Если вы пользователь интернета, понимаете, ну, сидит у нас, три оператора вот в нашем отделе сидят и отвечают на вопросы. 250 человек в день мы на сегодняшний день обслуживаем таким образом, разбираем эти ситуации. Но всех все равно тяжело, да, дозвониться может быть невозможно. Я прошу извинения, больше просто сил нет. Воспользуйтесь интернетом, сами не умеете. Попросите сына, внука, брата. В семье, как правило, особенно вот там, где есть молодежь, да, возможность такая с интернетом поработать есть. Так вот, зайти на наш сайт налогоуправления. Там есть сервис прямо на первой странице, важная информация, он первым стоит на синем фоне. Узнай индекс платежного документа. Нам нужно будет всего ввести одно значение, своего ИНН. Даже фамилию не надо. И вам высветится индекс платежного документа по каждому налогу, который вы должны заплатить. Не заплатили землю там, имущество еще не успели. Высветится, заплатите. Как в банкомате, там есть такая вот, автомобилисты очень хорошо знают, штрафы ГИБДД, госпошлины налоги. Так вот, выбрать налоги и выбрать текущий платеж. Только выберите текущий платеж, сразу высветится, введите индекс. Так вот, эти как раз значки, которые индекс платежного документа. Которые либо продиктуют, либо пришли на уведомления. Да, в уведомления они тоже стоят в платежке. В платежке, в самая верхняя такая строка. А если вы по интернету, да, по интернету выбрали ИНН, в нашем сервисе «Узнай индекс платежного документа», там высветятся индексы по каждому налогу. Вот сколько налогов вам нужно заплатить, столько строчек и будет. Первое – это индекс. Введете, заплатите с карточки или наличными, наличными там до 10 рублей. Если будет лишнее, ну, переведете на свой сотовый телефон, это знаете. Валерий Честь, большое спасибо вам, уважаемые телезрители. Напоминаю, один день остается до 15-го числа, чтобы заплатить транспортный налог, если вы этого еще не сделали. Что называется, заплати налоги. Спи спокойно, да? Нет, в Новый год без долгов и в 2014 году с изменениями законодательства. Спасибо, что были с нами. Это был прямой эфир. Всего доброго. Одежда для ведущей предоставлена салоном «Женская одежда» БИДЖН. ТРК Кризисиня. Субтитры подогнал «Симон»!